Сергей Петько ушёл на пенсию в 2007-м. В пожарной охране работал 24 года. Около 10 из них в Белгороде. Закончил в должности начальника отряда. В его подчинении были три городские части. С интересом наблюдает за работой центрального пункта пожарной связи сегодня. Именно сюда поступают сообщения о возгораниях со всей области. Ветеран говорит, техника далеко шагнула вперёд. Здесь у нас выведены камеры пожарно-спасательных частей Белгородской области. Кроме этого, на мониторе система «Исток». В базу заведено свыше полутора тысяч объектов. Будет незамедлительный сигнал, если в одном из них сработает пожарная тревога. А вот что действительно удивило ветерана. За лесными массивами региона наблюдают три десятка умных камер. Все на экране, перед глазами диспетчеров и оперативных дежурных. Оборудована датчиками. Если камера, так скажем, видит задымление или загорание, она сразу сигнализирует. По ней можно расстояние до места пожара. То есть конкретную точку можно определить благодаря этой камере. Так называемую систему «Лесохранитель», которая в деле только четвёртый год, ветеран службы Сергей Петько оценил. Сейчас можно наблюдать это в онлайне и очень удобно. И можно заметить в первую очередь, пока ЧАК не принял больших размеров. И, естественно, это впечатляет. В моё время приходилось патрулировать леса. Это затраты и человеческие ресурсы. Сейчас, конечно, тоже патрулируют. И в труднодоступных природных зонах в помощь мотоциклы и квадроциклы. Их Сергею Петько показывают в депо специализированной пожарно-спасательной части. Всего здесь около полусотни единиц различной техники. Её задействуют не только в Белгороде и районе, но и по всей области. И если такой автопарк в будущем ветеран ещё мог представить больше десяти лет назад, то эти гаджеты точно нет. В распоряжении четыре квадрокоптера. Создана служба робототехнических и беспилотных летательных аппаратов. Она предназначена для разведки места пожара, для мониторинга лесных массивов, прибрежных зон. А также занимается поиском пострадавших в случае, когда обращается к нам полиция или какие-то другие службы. Со временем изменились и основные машины – автоцистерны. Сейчас у них расширенный, универсальный функционал. Проще говоря, могут помочь не только на пожаре. «Автоцистерна, ёмкость 3,2, но с улучшенными характеристиками. Оборудован и аварийно-спасательным инструментом, бензогенератором, осветительными установками. То есть одна машина приехала, она и на ДТП может выехать, и на пожар, и на ликвидацию каких-то там химических заражений». Такую модернизацию техники Сергей Алексеевич застал ближе к пенсии. А вот в разгар его службы всё было по-другому. «Вначале были чисто пожарные, когда МЧС образовалось. То есть нам надо было и спасательные функции какие-то выполнять. Мы сами дооборудовали конец Александрова для спасения на водах, то есть для спасения на тонком льду людей. То есть приходилось это приспособление делать и как-то крепить, закреплять на пожарном автомобиле». Следующая точка экскурсии – испытательная пожарная лаборатория. Здесь эксперты устанавливают причины возгораний в особых, сложных случаях. Отдельное оборудованное здание у них появилось в 2010 году. Останавливаемся у этой с виду обычной машины. Это мобильная лаборатория для работы на месте пожара. Есть всё необходимое – от защитной экипировки до спецприборов и экспресс-тестов. Оборудование позволяет собрать нужные сведения об очаге пожара и его причинах. Например, этот газоанализатор распознаёт инициаторы горения. «Данный прибор налажен на бензина у нас. Принцип тоже ясен и понятен. Он через себя прокачивает воздушную массу. Если он там чувствует какую-то концентрацию, эту концентрацию органических веществ пока показывает». А уже более тщательные анализы и тесты проводят в самой лаборатории. Здесь, к примеру, могут определить степень и даже время воздействия огня на деревянные конструкции, а также уровень повреждений металлических или бетонных элементов. Работают и с элементами проводки из места ЧП. Эксперты в силах выявить нюансы короткого замыкания. Произошло ли оно до пожара и стало его причиной, либо наоборот – провода сгорели после. Один из способов исследования на аппарате с микроскопами. «Микроскопы получаются фотографии, я всегда говорю, когда экскурсии проходят, очень похожие на поверхность Луны. Кратеры всякие и все остальное. После получения этих фотографий эксперт сравнивает с атласом данным. Он ищет похожие кратеры, дендриды, это еще называются эти формы, на атласе. Когда он находит, он делает заключение, что да, да, вот повреждения конкретно данного проводника, согласно атласа данных, являются признаком короткого замыкания». Сергей Алексеевич признается, в свое время редко сталкивался с работой экспертов. Но увиденные приборы с их функционалом и точностью поражают. А подводя итоги экскурсии, ветеран говорит о главном. С годами может меняться многое – методы, оборудование, техника. Но самым важным и ценным остаются люди. Те, кто без страха, рискуя собственной жизнью, борются с огнем, спасая нас и наших близких. Для них это не подвиг, а обычные рабочие будни. «Хочу поздравить весь личный состав. Пусть реже звучат тревожные сирены пожарных автомобилей на улицах нашей области и страны. Пусть чаще родные и близкие видят в семьях вас. Крепкого вам здоровья, оптимизма в вашем нелегком труде, удачи и, по традиции, сухих рукавов». Сергей Шрамко и Виталий Петренко. Программа «Такой день» на «Мире Белогория». Продолжение следует.